Уважаемые телезрители, ассаляму алейкум! Мы рады вас приветствовать на передаче «По душам». Все чаще психологи задумываются о том, насколько важно уважение в жизни супругов. Почему бывает так, что со временем это уважение или пропадает, или ослабевает? И вообще, что включает в себя это понятие? Об этом наша сегодняшняя программа. Будьте с нами! В жизни каждой семьи бывают свои периоды. И в самом начале семейной жизни это такой некий период адаптации супругов друг к другу. И очень важно, оказывается, в этот период выяснить, что именно является уважением для вашего супруга. К сожалению, очень часто происходит так, что со временем это уважение или теряется, или люди разочаровываются друг к другу, или они не могут почувствовать, понять, что нужно супругу. И из-за этого они ругаются и расстаются. Часто в семьях, где супруги друг друга не уважают, царит вседозволенность. К примеру, не уделяется внимания к приходу мужа, жена весь день занимается только своими делами и не уделяет должного внимания еде, уборке и тому, чтобы встретить своего мужа. Как известно, все мужчины сильно заняты на работе. Они защищают интересы семьи снаружи для блага своей жены и детей изнутри. Конечно, придя домой уставшими и не увидя того внимания и уважения, которого они ожидали, они будут сильно расстроены, из-за чего и может возникнуть сильная ссора. Сейчас очень много можно услышать от различных тренеров или новостей, что для того, чтобы были крепкие взаимоотношения в семье, нужно это. Нет, нужно то. Нет, женщина должна делать это. Мужчина должен делать то. Но оказывается, последние исследования показывают то, что самое главное в семье – это уважение. И давайте посмотрим, почему. Уважение – позиция одного человека по отношению к другому. В частности, это признание его достоинств. Уважающий человек не причиняет другому вреда ни физического, ни морального. Уважение – одно из важнейших условий любви и поддержки в семье. Чувство уважения – это очень приятное чувство само по себе, и оно является защитником чувства любви. И по мнению экспертов, любовь без уважения в семье долго жить не сможет. И наоборот, есть семьи, в которых супруги друг друга уважают. И это видно сразу и невооруженным взглядом. Обычно в семье, когда супруги уважают друг друга, они готовятся к встрече. Жена, например, готовит вкусную еду, прибирается в доме, представляет предметы дома так, чтобы нравилось ее мужу, с улыбкой встречает его и кормит, беседует, интересуется делами на работе и с улыбкой провожает его на работу. Реакция не заставит себя ждать, и муж также начнет проявлять свое искреннее уважение и принятие. В психологии мужчины есть важная мысль – для кого я все это делаю? Для него важно чувствовать, что вы его ждете, что вы всегда на его стороне и поддерживаете его во всем, что он делает, тем самым доверяя ему. А самое главное – его слово в этой семье должно быть самым главным и решающим. Более того, ученые выяснили, что для мужчин и для женщин понятие уважения является различным. То есть они по-разному понимают, что такое уважение. Говоря о различиях мужского и женского понимания уважения, в качестве примера можно привести то, что, например, для мужчин очень важно, чтобы в семье признавали их авторитет и их слово было законом. То есть то, что они говорят, должно выполняться. Уважать мужчину означает, прежде всего, признавать его авторитет и статус лидера, почтительно относиться к его физической и мужской силе, признавать его ум и способности, уважительно относиться к его заслугам и достижениям, уважать его интересы и увлечения, доверять его решениям, отсутствие презрительных и высокомерных оттенков в голосе и уважение к личному пространству мужчины, телефон, компьютер, реже дневник, дневник, а также к его родным и друзьям. И иногда такое бывает, когда женщины говорят, да ладно, муж говорит, пусть говорит, я все равно сделаю по-своему. Так оказывается, нет. Оказывается, мужчины все это фиксируют, и они это расценивают как неуважение в их адрес, когда вы не выполняете их просьбу. Советуйтесь с супругом. Выясняя, какой способ решения проблемы окажется наиболее комфортным для него самого. Когда вы советуетесь, человек чувствует себя важным и нужным для вас. Выбирайте правильное время для разговора. После рабочего дня мужчина нуждается в отдыхе. Разборки на пороге дома ему не нужны. Начинать разговор, когда муж собирается уходить, тоже не лучшая идея. Неожиданное предложение обсудить важные проблемы – это просто ненужный стресс. И для того, чтобы избежать всевозможных конфликтов и недопониманий, первое, что необходимо жене сделать – это просто согласиться с мнением своего мужа. Ведь мужской мозг, он ориентирован больше на стратегическое мышление. То есть они, мужчины, они сразу смотрят вдаль. А мы, женщины, обычно что хотим сделать в таких ситуациях? Торопимся и сходу, с самого начала начинаем спорить. Говорить, например, да нет, это не так, да можно же сделать и вот так. Нет, неправильно и так далее. И когда мы сразу не принимаем точку зрения мужа, у мужчин, оказывается, в голове возникает такая мысль бессознательно, что как будто вы тоже мужчина. А в такие моменты у него начинается противостояние, что может привести к конфликтам и ссоре. А что же касается женщин? Что же касается жен? Что для них является уважительным отношением? По многочисленным опросам выяснилось, что для женщин, оказывается, очень важно, чтобы их мужья уважали их труд по дому. То есть, чтобы они не приготовили, например, шторы повесила, или прибрала, или что-то поменялось в обстановке. Необходимо, оказывается, просто заметить и высказать свое умение. Например, он мне понравилось, очень интересное ты сделала там, ой, очень вкусно. То есть, проявили какое-то внимание к тому, что она приготовила. Уважать женщину означает признавать женщину как отдельную и уникальную личность, как будто она не такая, как все. Признавать ее привлекательность для мужа. Для женщины важен правильный тон голоса, правильные и незадевающие слова. Уважение к труду женщины, к ее действиям. Проявление к ней уважения, как к матери своих детей. Уважение ее эмоций, чувств и переживаний. Еще одной важной особенностью является то, что для женщин очень важна ваша интонация голоса. Женщина оказывается очень чутки на тон голоса, на то, как вы громко говорите, или резко ли вы говорите. То есть, вы, например, можете по природе своей быть просто, ну, это ваш природный голос, да, допустим, вы спокойно, громко разговариваете. Но женщины оказываются очень чутки на это, и в этой интонации они могут проследить какое-то неуважение для себя. Часто еще бывает так, что мужчинам непонятны переживания женщин. То есть, например, для мужей кажется, ну, что тут переживать-то? В принципе же все в порядке. Зачем ты плачешь? Зачем ты вообще переживаешь по этому поводу? Ну, оказывается, неважно, почему она переживает, по какому поводу переживает. Для жены очень важно, чтобы вы просто в какой-то момент прислушались к ее переживаниям и, может быть, промолчали где-то или переждали какой-то момент. И когда вы будете так делать, она будет чувствовать, что вы уважаете ее чувства. Уважение можно проявить не только в поступках, не только в интонации голоса, но и также в ваших словах. Какие же можно применить слова в отношениях супруга для того, чтобы укрепить отношения? Внимание на экран. Я благодарна тебе за все, что ты для нас делаешь. Я всегда знал, что смогу довериться тебе. Будет так, как ты скажешь. Мне понравился сегодняшний ужин. Хорошо, так и сделаем. Расскажи немного, что интересного сегодня было за день? Ты абсолютно прав, как я раньше не догадалась. Что ты предлагаешь изменить в интерьере? Мне интересно тебя слушать. Надо же, а я и не заметил. Молодец. Дорогие телезрители, у передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». Перед вами на экране сейчас есть номер WhatsApp и e-mail, куда вы можете задавать вопросы по психологии. Некоторые из них мы постараемся разобрать в нашей передаче. Говорят, насильно мил не будешь, а уважение даруется человеку свыше. Но что мы делаем для того, чтобы нас уважали? Ответив на этот вопрос, каждый человек поймет и почувствует самого себя и своего супруга. А с вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры подогнал «Симон»